К концу года рост инфляции может составить 15%. Сейчас она превышает прошлогодние показатели. Об этом заявил глава Национального банка Казахстана. По словам Голымжана Перматова, цены вырастут на непродовольственные товары, коммунальные и другие услуги. Продукты уже подорожали на 19%. Даляна Сипова расскажет подробнее. Цены растут практически на все. Продукты с начала года подорожали на 19%. Непродовольственные товары на 11,9%. Цены за платные услуги поднялись более чем на 9%. Общемировая тенденция бьет по кошельку казахстанцев. Нацбанк отмечает, что в мае инфляция ускорилась до 14%. И это еще не предел. К концу года показатели поднимутся выше, отмечает Голымжан Перматов. Ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, которое будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ. Инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года. Отмечаем риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий. Уже в следующем году чиновники прогнозируют замедление инфляции до 7-9%. Внешнее давление на экономику должно снизиться. Положительный эффект в правительстве ждут от мер, принимаемых в денежно-кредитной политике. Сдержать рост цен в среднесрочной перспективе должна базовая ставка, которую Нацбанк сохраняет на уровне 14%. По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, как и многие явления, экономика циклична. Поэтому после роста инфляции непременно наступит спад. В такие периоды мы проходили. И, к сожалению, экономика цикличная. Периодически такие возникают вопросы. Инфляция, например, мы сейчас не на пике инфляции, но пик был в 2015-2016 годах. Сейчас она, по сравнению с тем, что было в последние 2-3 месяца, уже должна стабилизироваться. Я думаю, надо просто где-то подождать. Удражание товаров и услуг, по словам чиновников, происходит во всем мире. Главная причина – прерванные логистические цепочки. Повышение цен началось в период пандемии. Сейчас продолжается из-за геополитической ситуации.